Всем привет! Если вам не просто нравятся, а прям нужны защищенные смартфоны, но их габариты не всегда вас устраивают, то у меня есть интересные новинки для вас. Два интересных классных смартфона, которые вроде новинка, а вроде и нет. Сейчас все расскажу. Это новый Doogee S41 Plus и Doogee S41 Max. На вид два идентичных устройства, которые имеют минимальные отличия в начинке, как и, впрочем, вся линейка Doogee S41. Один корпус, одинаковые экраны и батарейки. Почти все одинаковое, но из-за этого имеем приятный ценник. Смартфоны сделаны из высокопрочных материалов, а благодаря качественной сборке и точной подгонке всех деталей, они невероятно прочные и защищенные от всех непредвиденных ситуаций. Об этом говорит степень защиты по международным стандартам IP68-IP69K. Устройства не боятся падений с высоты до 2 метров на твердую поверхность. Погружение под воду смартфон с легкостью переживет, а рабочий диапазон температур от минус 55 до плюс 75 градусов. Они идеально подойдут для охотников, рыбаков и любителей экстремальных видов спорта, где нужна не только высокая степень защиты, но и высокая автономность. Благодаря аккумулятору на 6300 мАч, телефоны без труда проработают несколько дней без подзарядки в активном режиме, а в режиме разговора речь идти может о десятках дней. И все благодаря небольшому энергоэффективному 5,5-дюймовому дисплею с разрешением 1440 на 720 пикселей. Работают оба смартфона на базе процессора Unisoc Tiger T606. Это 8-ядерный процессор с частотой 1,6 ГГц и архитектурой. Два ядра Cortex-A75 1,6 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 1,6 ГГц. Что же касается оперативной и внутренней памяти, то тут у нас как раз основные отличия двух смартфонов. Doogee S41 Plus имеет на борту 4 ГБ ОЗУ, к которым можно добавить программно еще 4 ГБ. И в сумме получим 8 ГБ ОЗУ. И внутреннюю память на 128 ГБ с возможностью расширения флешкой до 1 ТБ. И второй Doogee S41 Max. На борту 8 ГБ ОЗУ, который можно программно добавить еще 8 ГБ. И в сумме получаем 16 ГБ. И внутреннюю память в 256 ГБ с возможностью расширения флешкой до 1 ТБ. То есть так же. То есть Doogee S41 Plus имеет 8 ГБ плюс 128 ГБ, а Doogee S41 Max имеет 16 ГБ плюс 256 ГБ. Вот и все отличия между смартфонами. Ну и ценник само собой. Основная камера на 13 Мп делает качественные фотоснимки в дневное время с хорошим освещением. Вечером при плохом освещении получаются уже не такие качественные, но все же приемлемые фотографии. Doogee молодцы, постарались и выжали максимум из бюджетного фотомодуля. Аналогичная ситуация с передней камерой на 8 Мп. В целом техническая часть ровно такая, которую и ожидаешь от устройства за низкую цену. К тому же в них есть NFC, а работают смартфоны на базе 13 Андроида. По стандарту есть двойные симки, навигационные системы GLONASS, GALILEO, BEIDO, A-GPS. И все то же, что есть в подобных смартфонах. Doogee S41 Plus и Max нужно рассматривать с точки зрения надежности и выносливости. Это не мультимедийное устройство, это не профессиональная фотокамера. Это просто надежные защищенные смартфоны, которые прослужат долго. А уже какой именно выбрать, вы уже смотрите по ценнику. Пишите, как вам такие гаджеты. А если у вас есть ранние версии типа Doogee S41 или Doogee S41 Pro, то дайте знать, как вам они. Спасибо, что смотрите. Всем всего хорошего и пока-пока.